Маленький принц Но если вы знаете, ребята с ОВЗ, они необычные ребята, поэтому специалистам сразу виден результат. Когда мы выходим на сцену, обычные люди это могут воспринимать, ну подумаешь, тут хоровод они сводили. Но мы прекрасно знаем, что хоровод сводить может не каждый. Это и движение, и ритм, то есть нужно запомнить, куда идти. То есть это очень большая длительная работа, поэтому результат 100% у наших ребят, отдача. Инициаторами создания проекта стали партнеры реабилитационного центра «Некоммерческая организация. Новые возможности». Его реализация стала возможной благодаря выигранному в этом году гранту. Мы всегда очень рады, когда обращают внимание на проблемы таких или вопросы таких молодых людей от 18 до 35 лет. Очень приятно, когда в это включается общество и начинает понимать, какие потребности, какие задачи стоит перед собой молодой человек в этом возрасте. У нас такие же дети, они также хотят быть востребованным обществом. «Маленький принц» работает третий месяц, но уже есть и «Маленькие победы». Театрально-музыкальная студия приняла участие в межнациональном фестивале «Скриптум» в четырех концертах районного и областного уровня. Во-первых, это новые эмоции, потому что до этого я занималась в основном спортом, а тут театральное искусство, что-то новое, песни. Это очень красиво. Молодые люди с удовольствием занимаются в театрально-музыкальной студии и по другим направлениям. Совсем недавно в социокультурное отделение пришли еще три новичка. По словам руководства реабилитационного центра, они рады всем молодым людям от 18 до 35 лет с ограниченными возможностями здоровья. Главное, чтобы у них было желание заниматься. Ирина Антонова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.